Здравствуйте, рад вас видеть. Сегодня у нас, следуя нашей ротацией тематик, новости из мира криптоигр, криптовалют, блокчейна и всяких интересных криптотехнологий, которые с этим всем связаны. А это значит, что вы на канале Project Armor, а за микрофоном уселся, как всегда, Даниил. В этом выпуске. Самсунг в The Central Land. Блокчейн-шутер от первого лица Forge Arena уже скоро. Кей-поп и блокчейн, как новые технологии, влияют на музыкальную индустрию. Крупнейшая распродажа земли в истории GameFi. Новая платформа коллекционирования Momenteca. Pre-Alpha Fableborn. Блокчейн-неделя в Стамбуле. NFT-коллекция от Хьюго. Оплата налогов криптой в США. Обо всем об этом подробнее вы узнаете прямо сейчас. Перед началом лишь напомню, что вы можете подписаться на наш ютуб-канал, чтобы не пропускать свежие новости киберспорта и блокчейна, а также обзоры на самые интересные и перспективные криптоигры. Кроме этого, вы можете подписаться на наш телеграм-канал, где еще больше контента, новостей, аналитики и прочего. Самсунг LATAM, латиноамериканское региональное подразделение компаний по производству электроники, решила выделить онлайн-пространство для повышения узнаваемости своего бренда в цифровом мире. Компания будет поддерживать пространство под названием Дом Сэма в The Central Land, одной из крупнейших платформ метавселенной на основе Эфириум. Согласно сообщениям, цель этого шага – приблизить бренд к новому поколению потребителей, используя метавселенную в качестве инструмента. The House of Sam уже открыт для пользователей и предложит серию мини-игр, связанных с брендом, которые также будут раздавать призы пользователя в виде эксклюзивных носимых устройств для своих аватарок The Central Land. Некоторые из самых культовых продуктов бренда Самсунг также представлены виртуальном пространстве, в том числе портативный проектор Freestyle. Это не первые шаги Самсунг в цифровом пространстве. В июле компания запустила еще одну метавселенную под названием Space Tycoon как часть платформы Роблокс, а в январе компания открыла собственный магазин в The Central Land. Forge Arena от New Gen Labs – тактическая игра в шутер от первого лица на блокчейне ВАКС. Объявила, что совсем скоро игра будет доступна для загрузки в магазине Epic Games, а именно с декабря 2022 года. Forge Arena становится второй NFT-игрой, выпущенной на платформе Epic Games после добавления бланка с блокчейн-пати. Epic Games – создатели Fortnite будут проводить закрытое бота-тестирование поэтапно. Согласно дорожной карте, этапы тестирования будут продолжаться до июня 2023 года с ограниченным количеством ключей, чтобы игроки могли получить доступ к игре. Участники закрытого бота-тестирования получат памятный пользовательский скин для оружия АК или М4. Оба называются Epic Kill. По завершению тестирования все сервера будут закрыты для подготовки к запуску Epic Games Launcher. И затем игра начнет открытое бота-тестирование в магазине Epic Games в июне, что совпадает с E3 Los Angeles 2023. Triple S станет первой в истории кей-поп-группой с прямой интеграцией технологии блокчейна, которая поможет ее поклонникам голосовать за реального исполнителя. Технологии NFT и блокчейн предоставят фанатам больше власти и контроля над группой, в то время как Triple S будут больше взаимодействовать с аудиторией. Первое голосование состоялось с 21 по 25 сентября. Владельцы NFT проголосовали более 4400 раз и в целом совершили 4728 транзакций на полигон. Матхаус реализовал уникальную структуру голосования, которая отличается от того, что мы могли видеть в подобных голосованиях кей-поп в прошлом. Чтобы стать избирателем, сторонники должны приобрести Triple NFT, который автоматически генерирует один токен для голосования. Матхаус надеется экспортировать кей-энтертеймент для более широкой аудитории на волне растущего спроса на корейские продукты, такие как кей-поп-группы, подобные там всяким BTS, как же я их люблю, вот они слева направо, Blackpink и другие среди западной аудитории. Матхаус будет использовать это явление и создаст для фанатов больше способов почувствовать себя частью сообщества с помощью технологий NFT и блокчейна. Triple S был одним из первых случаев, когда фанаты руководили и формировали продукт, который они хотели бы видеть без помощи нисходящей структуры. Согласно официальному объявлению, опубликованному командой Affin Nexus World в социальных сетях и в основном блоге, открыта регистрация на одну из крупнейших распродаж земель в истории NFT, геймфай и метавселенных. В рамках предстоящего тура люди смогут претендовать на один из 100 тысяч земельных участков. Прежде всего, чтобы стать владельцем земли, владелец криптовалюты должен претендовать на один из флагов. Одна учетная запись Nexus World может приобрести не более 55 флагов, а компания же по добавлению в белый список начнется уже 7 октября. Будут доступны 4 категории земельных участков. Обычные, редкие, эпические и мифические. Самые редкие участки имеют самый высокий потенциал заработка для их будущих владельцев. Запуск города для сторонников Nexus World уже не за горами. Каждый земельный участок представляет собой родной город с практически неограниченным потенциалом для заработка, а владельцы могут проводить мероприятия, собирать нологи, сдавать землю в аренду другим игрокам и гильдиям, а также принимать участие в ограниченных мероприятиях в экосистеме Nexus World. 50% участков будут доступны для запуска игры, а оставшиеся 50% будут распределены после ее выхода в основной сети. В декабре 2022 года команда собирается представить первый город Nexus. Все NFT, то бишь флаги из метавселенной Nexus, будут доступны для продажи на сторонних торговых площадках, таких как OpenSea. Hybe и компания виртуальных активов Dunamo запускают цифровую платформу коллекционирования Momentica. Платформа будет запущена через совместное предприятие Levels к концу октября, несмотря на протесты фанатов. Пользователи также смогут насладиться неизданными фото, голосовыми сообщениями и визуальным контентом, коллекционируя цифровые карточки Momentica. Этими цифровыми карточками можно будет обмениваться с другими пользователями. Предварительная регистрация на платформу начнется 5 октября. Фанаты Seventeen, Fromis9, TXT и т.д. смогут первыми получить цифровые и коллекционные предметы бесплатно. Официальный запуск платформы состоится в середине октября, и запуск Momentica состоится несмотря на возмущение фанатов цифровыми коллекциями, которые заменят физический контент, т.е. диски, 9 и фотокарточки на NFT ради защиты окружающей среды. GameDev студия Piction Games готовит плейтест при альфе Fableborn перед запуском альфы. Игроки смогут оставить свои отзывы о ранней версии игры, а плейтест стартует на этих выходных и состоит из двух ивентов 8 и 9 октября. Первый ивент — это комьюнити и контент сникпики. При альфе содержат некоторые основные функции игры — рейды, киара — ледяной герой-маг, хоук — герой-лучник, базовые атаки героев, особые способности героев, ультимативная способность героя и рейдовые острова. Этот тест направлен на получение отзывов от игроков и улучшение качества. И второй же ивент — это первый турнир Fableborn, в котором будут награждены лучшие игроки гильдии ИДАО. Турнир будет проходить с 15 по 16 октября 2022 года, и призовой фонд составит 2500 долларов в токенах Эспер. Участники смогут получить эксклюзивную награду — значок чемпиона пре-альфа-чемпион, который можно использовать для участия в розыгрышах NFT. Чтобы получить этот значок, игроки должны принять участие в игровом тесте и пройти предварительный альфа-опрос. Стамбульская блокчейн-неделя пройдет с 14 ноября по 17 ноября 2022 года и будет проведена ведущими мировыми агентствами по связям с общественностью, маркетингу и веб-3 мероприятиям EIK Digital. Ивент был основан в 2020 году SEO EIK Digital и Арханом Крхалиллером. Знали бы вы, с какого раза я это смог произнести. Но из-за коронавируса IBV была отменена 2 года подряд и в 2020 триумфально возвращается. Ивент хотят сделать масштабнее и лучше, чем планировалось в 2020 году с выступлением экспертов семинара, нетворкинг-лаунжами, вип-ужинами, конкурсами инвестиционных предложений веб-3 и выставкой NFT. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на CryptoState и CoinMarketCamp. Этим событием организаторы намерены привлечь интерес к киберспортивному турниру на арене ESA, которая расположится в самом центре мероприятия. Участники смогут объединиться в команды и принять участие в международном лайв-турнире. Ключевым партнером и ведущей игрой турнира станет EVEO, это такой бесплатный шутер на Солана. W3EXPO обещает предоставить игрокам и инвесторам нетворкинг и привлечь посетителей к новым играм, предлагающим разнообразие жанров и форматов в интерактивной игровой зоне, от метавселенных до шутеров от первого лица и всяких там карточных игр. Hugo выпустит эксклюзивную коллекцию NFT. Первый опыт компании Web3 посвящен теме эмоционального благополучия. Коллекция Embrace Your Emotions из 1001 токена выйдет в конце ноября. Все NFT объединят идеи проявления чувств. Создатели концепции считают, что выражения как положительных так и отрицательных эмоций естественны для человека, а возможность раскрыть свое эмоциональное состояние напрямую влияет на психологическое здоровье и общее самочувствие. 5 NFT будут представлены в виде персонажей, олицетворяющих радость, печаль, страх, гнев и любовь. Самый редкий герой объединит в себе все 5 эмоций. Он будет выставлен на аукцион, 100% выручки от которого направят в фонд поддержки психологического здоровья молодежи. Доступ к коллекции Hugo Ex-Imaginary Ones получат 1000 человек, 500 из которых покупатели Fidgetal-футболки, выпущенной ограниченным тиражом. С помощью размещенного на ней QR-кода пользователь попадает на объектив Snapchat Lens, где открывается возможность создать эффекты в дополненной реальности. А в нескольких штатах США теперь можно платить налоги криптовалютой. Инициативу ввели в Колорадо, Вайоминге, Юте и Аризоне. Налоговое управление штатов признает криптовалюту легальной собственностью. В законе прописано, что если цена собственности растет, то в конце года излишки будут возвращаться владельцу. Это похоже с инструментами залога имущества. Налоги рассчитываются на год вперед, то есть если вы, к примеру, заплатили за электричество 1000 долларов в эфириуме в январе 2021 по цене 730 долларов, то в конце года получили бы почти 3000 налогового вычета. Непонятно, осознанно ли в штате создают такой прецедент налогового трейдинга. Но одно ясно точно, такие вещи заставляют разобраться в работе криптовалюты даже тех, кто не собирался этого делать. Если на Филиппинах и Вьетнаме масс адопшен приходит через игры, то в богатых странах можно ожидать инициатив сверху. Ну а на сегодня это все. Если ролик вам понравился и было интересно, поддержите его лайком и комментарием, подписывайтесь на канал на тележку, и за просмотр, как всегда огромное спасибо. И до скорых встреч, пока.